Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня мы с вами пробежимся по вновь открывшемуся проекту, который называется Neo Project, расположенный на игровой платформе Rage Multiplayer. Ну и немножко о этом проекте, который появился месяц назад. Исходя из информации в группе ВВК, 1 ноября появился первый пост о том, что этот проект выходит в свет в ближайшее время. Ну и через месяц он действительно вышел в эфир. Также в группе ВВК можно прочитать, что разработчики данного проекта пытаются бороться с ограничениями в игровом пространстве и дать больше игрокам возможности. Ну и еще написано о том, что это новый уровень онлайн игры. Ну и давайте заходить и смотреть на этот проект, что же нового нам предлагает проект Neo Project. И по традиции начинаем мы с меню персонализации данного проекта, которое выполнено вот таким вот образом. И уже здесь можно сказать, что во-первых, это что-то уже напоминает, и второе, что это меню не самое удачное. Персонажа крутить невозможно, у персонажа не снята анимация, то есть он все время крутит башкой, мешает тебе настраивать. А посмотреть на него справа или слева на этого персонажа невозможно. Вот он стоит как стоит. Все остальное вы видите, простецкие настройки, все очень упрощено. Хотя и не самое плохое меню. Переходим дальше, здесь нам настраивать особо нечего. Делаем какого-то персонажика и выходим в открытый мир. Встречает нас проект вот такой вот неопределенной локации. Где-то рядом с мэрией, рядом с каким-то ботом, который дает вам какое-то задание, которое я даже трогать не стал. Почему не стал трогать? Да потому что это обычная обрыганная рыдага. Да-да, это обычная рыдейдж, слитый в интернете рыдейдж. Ничего нового на этом проекте нету. Не ведитесь на эти надписи в группе ВК, например. Потому что это обычная слитая рыдага. С какими-то небольшими дополнениями, на которые мы попытаемся сегодня посмотреть. А все эти слова, написанные в группе ВК, о том, что над проектом работала команда профессионалов, все это пустые слова. Потому что это слитая сборка рыдейдж, которую вы можете взять в разных вариантах, на разных серверах, на разных сайтах. Она везде валяется. Как и скрипты, которые представлены на этом проекте. Тоже очень-очень дешевые или вообще бесплатные. Да и целую сборку можно скачать уже с залитыми на нее вот этими же скриптами, которые мы сегодня постараемся посмотреть. Основные скрипты на рабочие занятия рыдейдж я показывать не буду. Их знают все. Поэтому нет даже и толку тратить на это какое-то время. Посмотрим то, что здесь дополнили. Ну а дополнили здесь немного. Ну и давайте приступать. И первым делом, как это положено на рыдаговской сборке, нам нужно поехать и купить сим-карту. Едем в магазин, заодно посмотрим, как он выполнен. И здесь один из первых косяков. При покупке какого-либо товара, будь то сим-карты или еще что-нибудь, нету всплывающей менюшки с подтверждением. Есть звук, а вот всплывающей менюшки нету. Ну вернее она есть, только разработчиками сделано все так хорошо, что она перекрывается меню магазина. И ты не видишь, купил ты или нет. Ну я в результате купил 5 штук этих симок. Да и хрен с ним с этой симкой и с тем, что не видно купил ты или не купил. На этом проекте на это обращать внимание даже и не хочется. Потому что хватает косяков и без этого. Мы возвращаемся обратно в мэрию, чтобы устроиться на работу. Кстати, победить аренду здесь тоже не смогли. Арендная точка есть всего одна на всю карту. Одна автомобильная и одна аренда транспорта мото. Она находится возле мэрии. Если вас где-то выкинуло, где-то вдали от этого места, будете бегать. Возвращаемся в мэрию и пытаемся устроиться на работу. И вот забейте. Во-первых, список абсолютно стандартный. Это инкассатор, это дальнобойщик, это водитель автобуса, это электрик. Убрали только газонокосильщика и добавили какую-то хрень. Так вот, есть работа шахтера. Вы ее сейчас видите. Но когда вы на нее нажимаете, вам выскакивает. У вас нет категории С. Каким образом это относится к шахтеру, понятия не имею. Действительно не имею. Если вы на мгновение подумали, что, наверное, шахтер будет возить уголь или что-нибудь подобное, ничего такого здесь нет. Сейчас вы это увидите. Ну а перед этим, естественно, раз у меня нет категории С, ее надо получить. Тогда выдвигаемся в автошколу, которая расположена вот в этой вот локации. Естественно, на интерьерчике никто здесь не заморачивался. Даже NPC поставили не по тематике. Какой-то бомж-строитель в грязном жилете. Вообще, в целом, проект очень бюджетный. Это попытка из какашки слепить конфетку и заработать на этой конфетке хоть какую-то денежку. Поэтому здесь все очень и очень дешево, очень и очень бюджетно. Ну а я же, в свою очередь, выбираю в списке категорию С, нажимаю получить ее. Ну а что происходит дальше, вы сейчас видите. Они даже не заморочились протестировать, как появляется транспорт, в каком месте появляется, есть ли блокировка наслоения, чтобы не появилась одна модель на другой. Здесь мало того, что появляется одна модель на другой, так еще и персонаж появляется в середине машины. И если бы вот в тот момент не подошел еще один чел и не нажал сдать категорию B, я бы, наверное, так и остался посреди вот этой вот грузовой машины. Потому что ни шагу вправо, ни шагу влево мне было нельзя сделать. Меня спас вот этот вот персонаж, который прибежал получать категорию B. Действительно, если бы он не тэпнулся и не откидал мою машину немножко вверх, я бы, наверное, так и стоял до сих пор там, в середине этой машины, не понимая, что мне надо сделать. И здесь весь проект выполнен вот в таком вот стиле. Хер пойми как и зачем это сделано. Зачем мы будем тестировать? Мы же команда разработчиков. Вы помните, это написано в группе ВК. Мы расширяем горизонты для игроков. Вот это называется расширение горизонтов. По мнению бригады разработчиков Ctrl-C, Ctrl-V, Neo Project. Ну, а сама же сдача экзамена выполнена, это езда по маркерам. Ну, единственный плюс, который я отметил, надо съездить буквально, я не знаю, ну, наверное, метров 800 в одну сторону, метров 800 в другую сторону. Все, вы сдали. Хоть не надо гоняться по этим маркерам полчаса. Хоть это радует. Все, мы сдаем этот дурацкий экзамен и возвращаемся обратно в мэрию, чтобы устроиться шахтером. И, соответственно, после чего отправляемся на локацию шахта. Естественно, что никакой шахты нету. Все действие происходит в стандартной локации. Это карьер. Здесь стоит обычный, самый простой скрипт, состоящий из маркера и триггера, включающего анимацию. Все, наш персонаж подходит на этот маркер. Триггер запускает анимацию, мы колотим киркой. Вот и вся работа. Никакого пояснения, никакого всплывающего окошечка, ничего не ждите. Сколько вы заработаете, вы должны вычислять сами. Смотрите на свою сумму, ну и какая сумма в какой момент появляется. Высчитываете, сколько вы заработали. Я даже не стал заморачиваться. Вот так вот это выполнено. И какая категория C здесь нужна? Вот объясните вы мне. Никакой машины, ничего подобного здесь не нужно. Зачем надо было получать категорию C? Вот хоть убейте, не понимаю. Да не понимают, я думаю, и сами разработчики. Вернее, не разработчики, а команда, расширяющая горизонты для игроков. Вот таким вот тупым и кривым способом. Ну, а мы с вами не будем тратить здесь попусту время. Пойдем посмотрим на расширенные возможности для игроков на следующей локации, которая называется «Сбор винограда». И расположена рядом с итальянской мафией, прямо на одной территории. Как это будет работать, я понятия не имею, да и мне неинтересно это. Приходим туда и видим тот же самый скрипт, как я и говорил. Подходим на маркер, триггер запускает уже другую анимацию. В общем-то, вот и вся работа опять. Почему здесь не требуется категория D? Вот это, конечно, меня удивляет. Если на «Шахтере» надо было получать C, ну почему же здесь-то не сделали категорию D? Или какой-нибудь мотоцикл, например. Почему не сделали? Забыли, что ли? Или что такое? Забыли расширить горизонты для игроков? В общем, вот такое вот дебильное, на мой взгляд, рабочее занятие, которое не стоит и выеденного яйца. Как по заработку, так, в общем-то, и по тому, что мы видим. Двигаемся дальше, на следующее и уже последнее рабочее занятие, которое есть в дополнении к этой рыдаговской слитой сборке. А это скрипт на работу фермера. Я его показывал уже раз десять, поэтому даже заморачиваться не буду. Если кому интересно, посмотрите сами. Данный скрипт можно купить у официального разработчика за 3000 рублей. Но этот же скрипт можно скачать с интернета абсолютно бесплатно. Он есть, он в свободном доступе. И я не думаю, что разработчики данного проекта заморочились на покупку скрипта. И точно так же есть и эта рыдаговская сборка уже с вшитым туда этим рабочим занятием. И я это показывал неоднократно. Сейчас в правом верхнем углу вы видите заставочку, как это выглядит. Ну или на экране предоставлена запись разработчика, как это выглядит. В общем-то, вот такой вот скрипт. Он неинтересный, он скучноватый и особо анимированный. Имеет ряд косяков, которые я показывал, как и сказал, заморачиваться по этому поводу не буду. Но зато из этого хорошо видно, что разработчики данного проекта, в общем-то, как я и сказал, не потратились нисколько на свою вот эту вот дорогущую сборку. Сама сборка бесплатная, скрипты бесплатные. И, в общем-то, наверное, все, что могли потратить разработчики, это аренда хоста. Если, конечно же, сервер стоит на таком. Хотя я в этом не уверен. Больше же показать на этом проекте скорострели, который был слеплен из говна и палок за кратчайшее время, а вернее за месяц, мне нечего. Обычные магазины, обычная техника. Но есть донатный магазин, в котором пока представлено три модели. Есть, естественно, бусты, которые вы можете приобретать. Можете приобретать випки. Это все работает. Заходите, покупайте и получайте от этого удовольствие. Ну а я же отсюда сваливаю, потому как считаю этот проект очередным актом насилия над бедной и уже устаревшей сборкой Red Age. Очередной акт насилия, который, к сожалению, на просторах интернета очень и очень много. Однотипных слитых сборок Red Age. Ну а если вам понравился этот проект, заходите, играйте и получайте удовольствие. У меня на этом все. Спасибо всем и всего вам доброго. Продолжение следует...